Я говорю, что рад в этом наряде на Чубаку похоже, вернее на дочку Чубаки. Подтягиваться большее количество раз нужно чаще и подтягиваться большее количество раз в том темпе, в котором вы это количество раз, собственно, и хотите подтягиваться. Итак, сегодня утро, 25 октября. Хотел вас сегодня познакомить с такой ягодой, как терн. Вчера мне получилось чисто случайно купить ее на привозе на рынке. Первый раз я пробовал эту ягоду. Похожа на все сны черные ягоды, на черную смородину по вкусу. Ну, такая вот интересная ягодка. Не знаю, как передать. Вот такая вот косточка, похожа на вишневую. Похожа на вишню, похожа на черную смородину. Вот такой привкус, только большая твердая косточка в центре. И сейчас мы пробуем с ней сделать лимонад. Как всегда у нас по-вторам лимонад. Разделим на две части и попробуем с ней лимонадик. Нормальный лимонад получился. Довольно вкусный. Тяжело сказать, может быть вишневый действительно какой-то привкус. Не знаю, такой фруктовый. Свежий, более кисленький привкус. Более интересный, чем просто лимонад. И, собственно, все. Допиваем наш лимонадик. Съедим по яблочку и позже вечерком будем тренироваться. Привет-привет. Сегодня уже 25 октября. По чуть-чуть, по чуть-чуть мы добираемся к месяцу. Вернее, к двум месяцам наших занятий. Еще буквально пять дней. И будут ровно два месяца. Как вы помните, мы начинали 1 сентября. Уже практически ноябрь становится холодно у нас в Одессе. И будем сегодня делать, наверное, быстрые подтягивания. Я уже сам забыл. Вчера мы делали быстрые, медленные. Но не будем придерживаться четко этого. Мы делаем быстрые. И все-таки кажется, что, как вы видите, за ближайшие две недели, по-моему, у нас не увеличилось количество подтягиваний. Поэтому, чтобы подтягиваться большее количество раз, нужно чаще подтягиваться большее количество раз в том темпе, в котором вы это количество раз, собственно, и хотите подтягиваться. Как это ни странно. То есть, если вы хотите медленно подтягиваться больше раз, то, наверное, лучше подтягиваться медленно для этого. А для того, чтобы подтягиваться быстро, как раз тоже упражнение, наверное, лучше делать. Так что мы чаще будем, наверное, быстро подтягиваться. Получилось только 10 раз делать. Мне кажется, что сегодня просто 10 часов, и я уже пришел с тренировки. Я там кучу всего делал, как раз на теразе К2. Так что, в принципе, после тренировки это нормально. Небольшой упадок сил. Два часа у нас была тренировка. Фух. Ну, так вроде ничего. Надеюсь, что буду отдохнувшим. Вообще, обычно делаю до тренировки. Часиков 6-7. Сейчас уже 10. Так что у нас вот гречка с молоком тут готовится. Вернее, гречка без молока, потом заливаем все холодным молоком. И, в общем, иду тренироваться дальше. И будем ужинать. Итак, продолжаем делать наше упражнение. Наверное, поджимаюсь, пока у меня нет сил. Видите, такие реально. Почему-то идут мои подтягивания вниз. Даже не знаю, чего. Первый месяц-полтора они шли хорошо. Вверх, вверх и вверх. А сейчас что-то плато. Нужно уж вот что-то делать. Будем, наверное, так же продолжать. По чуть-чуть делать обычные подтягивания. И давайте будем делать сейчас обычные отжимания. Ну, в смысле, не обычные. Обычные отжимания, которые тренируют горизонт. Давайте даже немедленные просто. Относительно... Медленно, относительно быстрые. И добивочки небольшие. Ну, собственно, всё. Сейчас чуть-чуть прыжочков подделаем. Вверх. А потом прыжочки с руками на пол. Добьюсь. Раз в 20 прыжочков. Интериционных других прыжочков. Итак, мы сегодня вышли. Как раз более-менее погодка нормальная. Хотя уже прохладненько. Видите, как мы надели нашу радужку. И буквально на 15, на полчасика выйдем в магазин. Чего-то купим в магазине. Тем более тепло. Да и сейчас нормальный градус. 12, не знаю. Гляньте, солнышко. Почти. Почти, почти. Ну, собственно, и всё. Сейчас что-то купим, вернемся и уже будем делать для вас челлендж. Почти. 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 Я говорю, что рада в этом наряде на Чубакку похожа. Вернее, на дочку Чубакки. У неё ещё не оторосло шерсти. Похоже, он с медвежонком. И сверху Сау. У нас тут тоже детские магазины. Кайпейки, недалеко от дома. Странные такие. Озары. Да, мы с кининезами. Итак, мы практически ничего не купили вот такая вот. Трубутиком. Естественно, купили чего-то, но буквально самое-само минимум, по-моему, там около 50 гривен вышла. А мы были туда, чтобы купить огород, да? Галина. Серьезно, что не было? Угу. Я думаю, даже меньше 50 гривен вышла какой-то. Это был там йогурт, мы какой-то купили, как его называют, злаковый, интересный йогурт. И вообще практически ничего интересного в копейки. Мы вообще, на самом деле, не любим копейку, я вам скажу честно. У нас вот Таврия, она постоянно посылает какие-то скидки, акции. И нам кто-то веселее. В Тавриях, по крайней мере, можно чего-то интересного найти там по скидкам. И обычно всё дешевле. Поэтому не знаю. В принципе, сейчас погода нормальная. Может быть, мы побыстрому сгоняем в центр Таврии. Тут, в принципе, кварталечка 4. Так что мы сейчас, наверное, закинем покупки. И пойдём прогуляемся по Таврии. Тем более, там мне недавно приходило на почту какие-то интересные акции. Может, мы что-то купили. Там мороженое вроде какое-то. Было интересно. Может, мы что-то закупим. Там, спасибо. И так, мы уже зашли в Таврию. Сейчас чуть-чуть пройдёмся, прогуляемся. Может быть, даже покатаемся на эскалаторе, если он вдруг работает. Что-то купим, короче, в Таврии. Посмотрим, что есть интересного в Таврии. Вон, везде написано скидки. И они у них таки бывают. Так что пойдём погуляем, посмотрим. Я думаю, что-то точно купим. Мы сегодня вам покажем, что мы часто покупаем. Такое мы часто не покупаем, но... Посмотрим, да, что тут есть. В Таврии закупали. В Таврии. В Таврии интересный, да, китайский какой-то. С лодосом. В Таврии. 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 Продолжение следует...